В эти же дни прошел и первый товарищеский хоккейный матч между сборными правительства и госсовета Чувашия. Четкий план действий и решительное движение к цели. Иначе нельзя. Ведь тот, кто проспал старт, уже проиграл. Но надо ли об этом говорить, пусть даже в самом начале года, главе региона, министрам и депутатам госсовета Чувашия? Раз пришли на спорт, значит готовы к работе. Поэтому будем ждать трудовых успехов после выхода на работу. А сейчас постараемся в спорте выложиться. Думаю, что все будет замечательно. Положительный настрой – залог успеха. А если есть еще тактический расклад, сезон 2019, открытый в духе соперничества, должен принести немалый урожай побед. В этом году нам глава республики поставил задачу. Это 55% населения, занимающихся активно физической культурой и спортом. В этом году у нас тоже такое очень грандиозное событие. Это 100-й чемпионат России по легкой атлетике проводим. Вот. Ну и остальное все в рабочем плане. Как начнем, так и заканчиваем? Ну я думаю, что заканчиваем надо всегда лучше, чем начинали. Начало года, как всегда, с улыбкой на лице в коллективе самых надежных друзей. И место, время и встречи изменить нельзя. По традиции управленцы встречаются на катке, чтобы опробовать оточенные в спорте навыки для слаженной работы. Два раза в неделю мы тренируемся и любой пропуск, как-то дискомфорт для себя чувствуем. Поэтому с удовольствием сегодня приехали для того, чтобы встретиться с коллегами, с друзьями, сыграть, получить положительные эмоции. Без них как без запала, но как показала игра между командами правительства и Госсовета Республики, его у чиновников предостаточно. И хватит должно на все 365 дней.